Голодных не будет! Гости футбольного чемпионата мира найдут на Дону фастфуд, бургерные кафе с правильным питанием и, конечно, рестораны донской кухни. Всем привет, друзья! В эфире Дэш Мундиаль 2018. И мы начинаем! Где и чем кормить гостей Мундиаля, обсудили эксперты за круглым столом по развитию общепита. У нас есть возможность предоставить гостям питаться в ресторанах премиум класса, питаться в ресторанах, так называемых, локальной кухни, как мы говорим, национальной кухни, как вы говорите. Потому что сегодня вот этот локальный тренд, он прослеживается в организациях общественного питания. Поверьте мне, нам есть чем удивить. В этом в том числе является ориентиром и знак «Сделано на Дону». Добровольную сертификацию качества прошли уже семь предприятий общественного питания, которые готовят блюда из продуктов местных производителей. И желающих получить региональный знак все больше. Перед футбольным праздником кафе и ресторанам рекомендуют обратить внимание на обслуживание. Все люди, которые приезжают в регион, они обязательно идут кушать, обязательно встречаются с работниками общепита. И то, как они будут обслужены, как их накормят, насколько качественные будут продукты, такое впечатление у людей и складывается у региона. Еще один вкусный козырь региона – гастрономические фестивали. В дни Мундиаля кулинарные праздники могут стать отличным развлечением для туристов и болельщиков между матчами. Президент Аргентины Маурисио Макри собирается приехать в Россию во время чемпионата мира, посетить несколько матчей и поболеть за своих. Недавно, общаясь с Владимиром Путиным, Макри рассказал о будущих планах. Я очень надеюсь приехать со своей дочерью Антонией на чемпионат мира по футболу. Хочу попасть на финальный матч, в котором, надеюсь, сыграет наша команда. Больше полутора тысяч товаров с символикой FIFA задержали южно-российские таможенники в 2017 году. В том числе крупные партии настольных игр и мячей, на которых изображен Кубок чемпионата мира по футболу. Это запатентованный товарный знак Международной Федерации Футбола. На его использование и ввоз в Россию продукции с такой символикой нужно разрешение. Также среди контрафакта – кружки, чехлы для мобильных телефонов, футболки, сумки и бейсболки. По словам таможенников, чем ближе Мундиаль, тем больше недобросовестных предпринимателей пытаются заработать на подделках. В связи с чем в ведомстве усилен контроль продукции под маркой FIFA. Россия превосходно организовала Кубок Конфедерации и от чемпионата мира по футболу стоит ожидать того же. Такое мнение высказал главный тренер англичан Гаррет Саутгейт. А я напомню, что во время Мундиаля сборная Англии будет квартировать в поселке Репино, который находится в курортном районе Санкт-Петербурга. Прошлым летом я побывал на Кубке Конфедерации. Все было организовано просто превосходно. Впечатление осталось очень позитивное. Ждем того же от чемпионата мира. Мы очень довольны выбранной базой. Нам понравилось само место. Люди там очень дружелюбны. Для нас также важно, что база находится в некотором отдалении. Мы получили нужный баланс. С одной стороны, она вполне доступна. С другой, нам обеспечены. Вечен необходимый покой во время турнира. В преддверии чемпионата мира в Ростовском культурно-спортивном комплексе «Экспресс» провели футбольный праздник среди воспитанников детских домов и особенных детей под названием «Время добра». Время добра наступило для ребят 7-го и 10-го ростовских центров помощи детям. Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В преддверии чемпионата мира по футболу нам тоже хочется активно принять участие. Чтобы именно наши дети, воспитанники различных наших социальных учреждений уже были подготовлены к чемпионату мира. Чтобы у них было ощущение победы, ощущение игры, ощущение того, что они действительно причастны к такому великому событию чемпионат мира по футболу. И, возможно, может кто-то из них когда-нибудь станет настоящим чемпионом, победителем. И мы будем гордиться этим. А это у нас мероприятие было просто как праздник для всех этих детей. Мы подарили им формы, мы подарили им много чего. Наши спонсоры в этом приняли активное участие. Всем огромное спасибо. Но самое главное, нам очень хочется, чтобы детям очень понравилось. Для нас это самое главное. К примеру, Игорю Зубову 16-летнему парню очень понравилось. Помогал своей команде побеждать, а болеет только за Ростов. В футболе в большом играет в основном в защите, а здесь на любой позиции. Это не имеет значения, просто это мини-футбол уже, поэтому как бы все везде играют. Вот эта вот игра вся, она как бы дает ощущение того, что все-таки можно дальше идти, продвигаться. Тренирует Игоря, как и многих других подростков, его тезка и соорганизатор турнира Игорь Григорян. Сам не прочь поиграть в футбол вместе со своими бывшими подопечными, выпускниками детских домов. Идею чемпионата мира просто хотелось и детей вдохновить, и все это, что происходит, это делается для них, потому что в дальнейшем мы, я знаю, что они попадут на эти игры, они у нас на лигу чемпионов попадали, как бы за счет этого как бы мы не переживаем, мы знаем, что они увидят, они увидят вообще уровень всего. И это есть такая мотивация, что каждый здесь из них, попадя туда или двигаясь в этом, будет себя видеть когда-то и играть и за сборную России, и за футбольные клубы Ростова, какие у нас есть как бы в этом городе, быть полезным этому городу. То есть можно точно сказать, что вот какие-то ребята из них попадут, да? Однозначно, да, здесь именно настроен на то, что какие-то ребята просто много, знаешь, на летние каникулы уезжают, дети бывают остаются, но однозначно, обязательно, мы еще с вами там увидимся, что они попадут на эти матчи, они будут присутствовать, поддерживать свою команду, поддерживать вообще футбол. Команда Игоря Григоряна встретила достойных оппонентов в лице волонтеров турнира. Правда, играли они товарищеский матч вне конкурса. И сразу же добровольцы открыли счет, отличился Ярослав Яценко. Призер всероссийских соревнований по армрестлингу уже готовится к чемпионату России, который пройдет в Казани. Также Ярослав летом собирается на наш мундиаль. По билетам хотел бы увидеть Испания-Португалия, Сочи будет матч. У нас Корея-Бразилия, если я не ошибаюсь, будет играть. Бразилия-Швейцария, да, вот Бразилия-Швейцария, да, на него бы хотелось попасть. Но еще билеты не купил? Билеты нет, собственно, затягиваем, но надеюсь, все-таки еще успею. Кстати, в соревнованиях принимали участие, возможно, и будущие тренеры. Когда вырастешь, кем-то что-то? Тренером. Да? А кого тренировать? Футболистов. А почему именно футболистов, а не каратистов? Не знаю. Слушай, скоро чемпионат мира по футболу будет, да? Вот ты за какую команду будешь болеть, на кого бы хотел посмотреть? На версток, на дону. А там же сборные приедут, бразильцы, мексиканцы? Ну, не знаю, на всех. В плане боления турнир получился международного уровня. На то, как наши играют в футбол, пришли посмотреть будущие медики из Израиля и Монголии. Честно говоря, я не любитель футбола. Мне никакая команда не нравится. Я просто поддержал свою учительницу и поддержал также друзей, которые также любят болеть в футбол. И вместе с ней мы находимся в этой прекрасной, веселой атмосфере. Но среди студентов нашлись и те, кто любит футбол. Я из Има Медрис, я из Израиля. Я люблю посмотреть на футбол. Я хочу видеть Немар, бразильский игрок. В финале праздника юных участников поздравили и напутствовали легендарные футболисты Ростова Роман Адамов и Антон Рогочий. На этом мы заканчиваем очередной выпуск. Спасибо за внимание и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok